ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вечером Антон все-таки дозвонился до своей возлюбленной и признал, что вел себя с ней неправильно. Поэтому сегодня утром Лейла вернулась в городок. До Виктории и Бонни дошли слухи о том, что Алена, находясь за периметром без камер, говорит о ней неприятные вещи. Теперь единственное, чего она хочет, отомстить Алене и выселить ее и Майя из пятизвездочного домика. Друзья, у нас произошла пропажа, украли лопаты. Будем накладывать ввердами. Ввердами! Давай быстрей! Давай быстрей! Давай быстрей! Давай быстрей! Давай быстрей! Ламин не болеть! А теперь засекаем время, за сколько Степа разгрузит и придет обратно. Поехали! Ура! Засекайте время, я таскаю только один. Чего спрашивать ты будешь, я даже не знаю. Спрашивать буду по поводу заселения в ВИП-домике. Сегодня у нас понедельник. Сегодня нас заселяются. Когда-то вы уже со Степой будете готовы. Что-то вы прям совсем как-то против. Я просто не в этом делаю. Алена опять уехала с Майем, правильно? Сегодня не вернуться, это точно. Вернуться, да? Да. Я просто думаю... Тебе бы хотелось Майю с Аленой выселить? Конечно. А кого еще выселять? А почему именно моя Алена? Потому что Алена живет там дольше всех. Кого выселять, скажи мне? Моцак, который недавно заселился? Или Ламина? Ой, или Антона с Лейлейой, что ли? Ну, они же практически там не жили. Они сейчас уезжают. А меня это не волнует, никого это не интересует. Мы тоже практически не жили. Они кичились и кричали все время, когда мы жили со Степой. Потому что мы там дольше всех. Если вообще судить нормально, то по-моему, у тебя Алена там живет просто полгода. С мамой у тебя нормальные отношения? Отличные. А что с Аленой так все плохо? Ну, потому что Алена не умеет себя вести, не умеет разговаривать, а общаться нормально. У вас произошел какой-то конфликт? Ну, у нас произошел небольшой конфликт, да. Когда ей надо, она просто под кожу залезет. Всегда, вы знаешь, если ей нужно платье поехать купить. Или нужно что-то одеть у меня взять. Она придет с таким личиком. Ой, Викочка, дай мне то, дай мне это. Ты не поедешь со мной, ты меня не отвезешь туда. А когда ей вдруг, знаешь, в этот момент у нее там что-то там происходит, ее клинит, знаешь, она начинает себя вести так просто, ну, я считаю, неприемлемо. Я не позволяю, по крайней мере, в отношении к ней себя так вести. Не позволяла. Но мое терпение абсолютно лопнуло. Телпа! Чемпион! Друзья, неси, я прораб! Так, неси, я прораб! Я прораб, неси! Телпа! Чемпион! Телпа! Чемпион! Давай, команд, команд! Коман, команд! Коман, команд, команд! Солнце за сколько он доехал? Минуту... Минуту... Минуту 15! Минуту 15! Ты мне скажи, где ты вчера пропадала? Как где? У меня загруженный очень день был. Днем я ездила в институт. Потом с мамой поехала в гости, с мамой пообщалась. Что, маме рассказала ситуацию? Ну да. Что она говорит? Ну, она говорит, ты как обычно. Ведешь себя неадекватно. Безалаберно. Имеет в виду, что ты постоянно сначала делаешь что-то, а потом думаешь. Антон больше не ставил тебе ультиматум? Нет. То есть он не сказал, не дружи? Нет, нет. Разрешил продолжать дружить? Все нормально. И в этой дроби ты опять будешь кокетничать, и мы будем ходить по одному и тому же замкнутому кругу. Ну при чем тут этого? Просто вот может быть, я не знаю, я по-другому кокетничаю, как остальные. Если в принципе я возьму кокетничать, мне кажется... То есть для тебя это нормально вообще? Это нормально? Да, вот что я хотела сказать. То есть это еще из серии, это еще цветочки, ягодки будут позже, да? Спасибо, что я сказала. Мне смысла, что не хватило. Но сегодня готовы очередной раз Ивану сказать, что надежды у него нет, что я помирилась с Антоном? Конечно, ну, Ксюш, мне хочется его обижать. Он просто друзья и ничего больше. Не могу я ему это сказать, что он молодой, сильный. Хорошо, обижать его не нужно, но при этом ты портишь свои собственные отношения. Правда, Мась, ну так себя вести нельзя. Он много претензий, мы же поссорились днем еще, в тот день, из-за чего? Из-за того, что он мне предъявил много претензий. Просто все к одному. У нас все недовольные ходят, все злые, все корчат из себя. Самых умных и красивых. Из-за спины только говорят. Так как мы не хотим с тобой жить в домике, тогда мы... Мы уступим его солнце, Степа! Повоевать хочешь? Очень. Слышишь, Вань? Вань, ну ты че? Давайте на уши скажем. Сегодня вечером приезжает карета. Нет, нет, нет. Уже что, договорились, уже платье заказали на фрукзм. Серьезно тебе говорю. Вань, ты че, гонишь, что ли? Ну я, я думал, ты согласишься на дружку свидания. Так заказали платье. Давай втроем. Втроем? Еще возьмем Роксис? Антон. Ну ты, ты хочешь, чтобы... Я тебе объясняю, понимаешь, что вот люди... Нет, я понимаю, я все понимаю. Кирилл, держи. Я тебе могу отдыхать. Смотри, во-первых, люди, которые здесь находятся... Ага. Что? Есть, да? Сейчас я, я поэт. Люди, которые... Я просто много бежать. Они говорят, что я с тобой флиртую. Ты хочешь, чтобы вот эта ситуация еще усугубила, что у меня здесь загрызли нахты? Вообще, мне это надо, если не понимают ничего никто. Я думаю, не стоит. Может, месяца-два пройдет, потом кто-то успокоится, кто-то все... Что-то кто-то для себя там поймёт. А ты была, когда ты были сегодня? Была, когда ты были сегодня? Да. Что-то кто-то для себя поймёт, и да, потом... Кота-то на лошадях. Дядя в науне... О, Господи, как это романтично. В небе загорится новая звезда. Яркий луч её летит в твои ладони. И когда сейчас сниму на каблуки, я буду ходить нормально, как белый человек. Дима, скажи, пожалуйста, сегодня у нас заселение в веб-домике, да? И вот я вчера видела, позавчера видела, что вы вместе уже лежали в кроватке, обнимались, там, уснули. У вас такие достаточно тёплые отношения. И у Солнца давно не было серьёзных отношений, давно не жила в веб-домике, ты вообще ни раз. Может быть, сейчас подошёл тот период, когда можно попробовать? Ты знаешь, Ксюша, мы как бы об этом ещё не разговаривали. Я думаю, может быть, рановато пока. По каким причинам? Ну что, вот чем тебя конкретно может запугать веб-домик? В принципе, мне будет приятно, да, то, что мы с Солнцем будем как бы отдельно, да? Но всё же, знаешь, я недавно только переселился из гостевого домика, да, к ребятам, как бы ко всем уже стал поближе. Не знаю. То есть, прежде всего, ты сейчас переследуешь свои интересы. Не в том дело свои интересы. Если ты переселишься в веб-домик, значит, ты меньше будешь общаться с ребятами. Нет, нет, почему? Не в этом дело. Ну, как бы, да, ребята тоже все относятся ко мне вроде бы нормально. Не знаю, значит... Ты боишься конфликта с ребятами, я не понимаю. Вот, мне кажется, Солнце очень любит решительных мужчин. Не в этом дело, как бы, не совсем может быть решительных. Так, просто я тоже, да, всё получится слишком гладко для ребят. Слишком гладко для ребят? Вот, ты что, для ребят строите отношения, чтобы показать, что у нас не всё так просто? Ну, чтобы тоже, знаешь, мне не плевали спину, там, не говорили. Какая тебе разница? Тебе что, ты что, не можешь заступиться за свою пару? Ты должен перед кем-то здесь отчитываться? Ну, всё равно для меня, Ксюша, это всё новое. Знаешь, я как-то ещё, знаешь, особо привыкнуть же надо. Золотихородин, мне кажется, блин, мне так нравится Диза вообще. Да он всем нравится. А видишь, кстати, что тебе нравится? Он очень хороший вообще. Я говорю, вначале все таки напрягаются. Я прям тебе говорю, он такой человек, вот такой, ну, нет, как фонтов, вот, на то, чтобы играть. Ну, он такой золотой, он такой верный, предный. Он хороший, добрый. Я очень сильно увижу людей, очень. Вот, что не говорили. Что мне нравится, он прислушивается по моему мнению. Это дар у меня, дар, видимо, такой. Ты приобретённый. Я не скажу, что он очень верный. Тебя хорошенько. Новая мать? Да. Ну, что ты полюбишь? Да, ну, это интересно. Ну, всё равно, я говорю, что он сильнее, ещё больше ты выходишь. Самое главное, что я очень сильно уважаю. Так. Что это? Трусики. Ух ты! Так, смотри. Угу, трусишки-то. Ну, вот скоро, наверное, брала. Так, угу, подойдёт, может быть. Угу. Так, а это что? Что такое? Это, это, это у нас футболчат. Угу, вот такая. Нравится? Да. Теперь ты можешь пойти сегодня в трусиках и в одной футбол. Я могу дать тебе свой чёрный садагин. Вот мы решили, в чём я поеду на свадьбу. По трусиках и в футбол. Тебе не понравилось? Да. Мне понравилось, конечно же. Мне понравилось. Тебя прошу один раз. Угу, они там остаются жить, да? Я тебе прошу один раз. Они остаются там жить. Ну, как, мне всё равно. Ну, если тебе всё равно, тогда... Так, чтобы оставайтесь, типа, это самое, да, и живите. Не таким методом. Пусть они там живут, но по-другому не может. Аж как? Ну, потом. Сочи потом. Ну, то и значит, что потом. Это не серьёзный разговор. Это серьёзный разговор. Я прошу тебя, пожалуйста. Хоть один раз. Я прошу. Давай сделаем так, как я хочу. Что значит, как один раз? Потому что... Сочи это один раз. Ну, потому что я всё время слушаю тебя. Всё время делаю. Минуточку. Ну, правильно. Я всё время делаю, как ты говоришь, правильно? Когда ты делала? Что? Ну, вообще, если таких ситуаций касается вопросов, я же всегда тебя прислушиваюсь, правильно? Всегда. Ты говоришь, там надо так, так, сделаем так, это не надо. Я тебя всегда поддерживаю, я согласна. Так, может, Солнце хочет заехать туда? Очень хочет, но не туда. Ну, пожалуйста, Стёп. А куда она хочет? Она в любой другой домик хочет заехать, но не туда. Это они не на этой неделе будут селяться. Точно не на этой неделе? Точно, однозначно. Не на этой неделе. Сто процентно. Ну, что ты... Ну, блин, это вообще какая-то грустная. Я не могу. Да не, не грустная, да, Маль? Скучно, что я сейчас? Мы скучно уже. Нет. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Я думала, тут экшен. Ага, у нас тут всё время. Все недовольные ходят, все злые, все корчат из себя. Самых умных и красивых. И в исполнении только говорят. Ты всегда с Боней дружишь? С Боней? Да. Чего мне с ней дружить? На полный день рождения что-то нормальное сейчас. Да, тут и он такая, что ты с ней дружила. Я вообще ничего не воспринимаю. Ну, не ругаешься? Сейчас ты подружишь? Не, ну, все, как бы я воспринимаю, ну, два коба. Нормально, всех старых, а новеньких. Тут мало кого. Ламин! Ламин! Сейчас. Аккуратно. Оно меня не убьёт. Так. Иди ко мне, детка. Ох, шоу. Ага! О, офигеть. Иди сюда. В общем, это моё большое сердце. Я тебе его дарю. Зая, иди сюда. Спасибо. Слушай, я всё приколчу к нам. Ты попался? Конечно, мне понравилось. Я уже, я уже, я уже, я уже... Офигеть, прикольно. Ну, вот ты и призналась. Ага. Никогда, ни за что. Спасибо, зайка. Пожалуйста. Блин, я, я на самом деле просто не знаю, как, как выразить. Глупо говорить спасибо, да? За, за, за признание в любви. Ну, я в шоке просто. Чё ты так за этот домик переживаешь? Я не переживаю. Ну, и чё, что он будет пустой? Ну, чё ты переживаешь за домик? Вот мне вот похуй. И всё. Так как мы не хотим с тобой жить в домике, тогда нам готовить. Мы уступим ему солнце, Стёпа! Повоевать хочешь? Очень. Как ты в танке играть, так же хочу. Объясни, почему ты хочешь что-то делать? Ну, потому что кто-то должен. Почему ты на себя берёшь роль Бога? Я не беру на себя роль Бога. Я себе беру на себя роль демона, а не Бога. Чё ты такие вещи, ты говоришь? Роль Бога. Да ставь её в покое. Да не оставлю её в покое. Чё ты неравнодушие? Ну, потому что неравнодушие, потому что меня бесит она. Бесит, я не выношу таких людей. Понимаешь? Ну, не общайся с ней. Харкну и в рожу припев же возможности. Если она мне встретится потом в жизнь, ещё нахуй ей, сука, будет знать, куда лезет. Всё очень просто. Мне вот путь, и я не хочу ничего делать. Я хочу, я хочу. Делай, чё хочешь, ладно. От тебя ничего не требуется, тебе много. Почему тебя это сильно цепляет? Да мне цепляет это, потому что это тебя цепляет почему-то. В рот. Мне не в рот, Стёпа. Мне не в рот. У меня свои принципы, свои взгляды. Я знаю, что от человека, знаю, от и до, от корки до корки. И мне путь, у меня на него иммунитет жёсткий. Я не хочу с ней связываться вообще. Ты не связывайся. Чё она говорит? За спиной, в глаза, всё. Ну, это не связывайся, не связывайся, это тебе путь. Домики. Ну, это тебе путь, Стёпа. Это твои личные отношения, тебе путь. Это твоя жизнь, ты выбираешь. Ты имеешь право делать выбор так, как тебе нравится, жить так, как ты хочешь. Я нервничаю, единственное, потому что ты какую-то тупую в войну вступаешь. Тупую. Мне хочется тупо бы воевать. Ну, воюй. Ну, ты мне даже ничего не скажешь. Обычно у тебя так много слуха, теперь ты вообще замолчила, на чём ты говоришь. Да, блин, релки-палки. Блин, релки-палки? Спасибо. Слов, нет, у меня слов нет, на самом деле. Ну, значит, ничего не говори, значит, смотри. Да, я думаю, ты сама понимаешь, почему я живёшь, честно говоря. Обычно я что-то делаю, и вот я там говорю, говорю, говорю. Не знаю, наверное, утром смогу что-то сказать. Угу, ну ладно. Надеюсь, ты не тросишь? Не, ну не то, чтобы не тросишь. Я не пофигу, абсолютно. Ну, просто, если у вас достаточно голосов, я хотел бы портить отношения ни с вами, ни с вами. Нет, почему? Это не надо портить. Это просто говорит о том, что люди могут, как сказать, высказывать своё мнение даже не боясь, потому что очень многие именно боятся. Да, многие. И это подразумевается и рассматривается именно так, что боятся. Когда ты понимаешь, что ты можешь сам, ну, как бы сам мутизить, ну, дела и полян, это тебе дело сильнее и дает тебе больше респекта. То есть ты очень мажешь. Ну, какие-то моменты, ну, очень мажешь. Я вот на волне, что я вот мальчик, молодец. Ну, если ты доверишься как личность, не под этот сам. Ну, это, ну, как отношения складываются, как личность. Девочки будут приходить к тебе именно как личности, ты можешь их тянуть. То есть ты будешь сильной персоной, ты будешь яркой персоной, которая будет. А не то, что под сил, знаешь, как ты зашукался, зашукался. Это очень важно. Самое главное, что больно тебе задумывается, что особый эффект будет иметь, если ты снимешь дурсы. Представляешь, что это бузовская шутка? Блондинка есть блондинка. Ты чего считаешь мои деньги, скажи, пожалуйста? Ты заработай свои. Я не могу кто-нибудь слышать, что я вам нравится. Да ты это говорила на фотосессии, где не было никого и ни камеры. Просто не строить дуру из себя, пожалуйста. Степа, я хочу, чтобы на тататетах со мной ты всегда говорил таким голосом. Тебе очень интересно. Масло! Ну хорошо. Я не могу субтитровать. Да, я настолько сегодня прекрасна и обворожительна. Ну, ребят, не каждый день успеваешь сделать укладку. А что делать? Ничего страшного. Так, Антон и Иван, хочу обратиться сейчас к вам. О, получилось практически стихотворение. Антон и Иван, хочу обратиться прямо к вам. Сейчас. Как сложились ваши отношения? Все ли произошло, как вы хотели? Я наслышана об этом процессе. Ксюша, какой конкретный момент тебя интересует в наших отношениях? Ну, как тебе новый мальчик, который к нам пришел? Ну, вначале мне понравился, потом он имел смелость нагрубить меня. Имел смелость? После этого я... Ну, это надо иметь такую смелость, Антон, я тебе могу сказать, недюжинную просто тебе-то нагрубить. Ну да, а сейчас я удовлетворен, все в порядке. Удовлетворен, ага. Ну, скажи мне, пожалуйста, неужели вот твоя ревность к Лейле столь сильна? Или это какие-то другие эмоции? Смотри, пришел он к Лейле, да? На презентации уже слишком много внимания ко мне он обратил. И через несколько дней он же сказал, что мы с Лейлей друзья. То есть я могу сделать вывод, что он вначале обратил внимание на Лейлу, потом переключился на меня. То есть надо у него сначала спросить, все ли у него вот в этом плане в порядке. Ну, Антон, ты роковой мужчина. Можешь вообще отбить любого парня. Иван, объясните, что произошло вообще? Да, я пришел к Лейле. Но после того, как мы с ней побеседовали, мило, я понял, что с этой девушкой у нас отношений не может быть вообще. Просто мы можем быть друзья. Тогда напрашивается другой вопрос. С кем могут у тебя быть здесь? Мне очень нравится Рокси. Отличная девочка. В принципе, да, тоже волосы черненькие, черненькая, но геморроя меньше Антона нету. Извините, что я тебе перебиваю. Просто мне очень понравилось. Имел смелость меня там как обидеть, да, или что он сказал. Антон, я очень прошу тебя, чтобы не повторялись такие ситуации. В противном случае ты будешь просто поломан. В другом случае я тебе это обещаю. Слушай, ты от горшка два вершка, по-моему, чем ты будешь ломать, да? Слушайте, по моему росту, я не пойму. Если я пришел сюда, маленького роста, что я должен его бояться? Прятаться по кознам? Нифига себе вообще. Вообще порвут все. Отлично. Слушай, если вы не будете позволять себе вольности, все будет порядок. Я буду позволять себе то, чего я захочу. Иван, вы знаете, что мне вас сразу не нравится? Вот мне кажется, что я вас, вот простите, знаю минуты две... Со мной можно на «ты». Да, но вот сразу, что мне не нравится, что все-таки... Каждый человек, который здесь сидит, он по-своему индивидуален и ярок. Вы тоже очень ярок и индивидуальны, но ваша индивидуальность, как-то вот в ней везде сочится образ Андрея Чуева. То ли вы с ним росли вместе, то ли вы слишком долго смотрели телевизор и программу «Дом-2» именно с участием Андрея Чуева. Вы очень ошибаетесь. Вот эти вот даже... Да я буду делать вот это вот все очень до воли мне знакомы. Вы очень ошибаетесь. Да, мы давно общаемся с Андреем Чуевым. Может быть, какие-то сходства и есть вам виднее, потому что вы тоже с ним год здесь прожили. Да. Может быть, я не спорю. Но я думаю, что каждый человек... Ну, не копируйте Андрея, пожалуйста. Я не копирую. Он очень хороший парень, мы все по нему скучаем. Я знаю, я знаю, что он очень хороший парень. Я его абсолютно не копирую. Ладно. Поверьте мне. У нас, насколько вы понимаете, сегодня голосование за наши веб-домики. Понимаем, конечно. Да, я так говорю, вы уже подготовились, да. Ну, к вам мы сейчас перейдем. У нас вот Антон Лейло, правильно я понимаю, пара. Майя Алена, которые претендуют Ланин и Ольга Моцак. А вот еще есть две пары, которых я обязана спросить, будете вы претендовать или нет. Степа и Боня и Солнце и Дима. Мы сегодня долго, ну, недолго, на самом деле, мы быстро поговорили на эту тему и решили, что на этой неделе мы претендовать не будем. Хорошо, ты не претендуешь. А не из-за этого ли вы не претендуете, что хочешь посмотри, чем вот эта склока сейчас закончится вот эта вот? Отчасти. Степа, Виктория, Алена, Май, правильно я понимаю? Отчасти, да, почему нет? Всегда интересно наблюдать. Спасибо за искренность. А ты думаешь, исход вот сегодняшнего вот этого подковерного боя, он каков бы? Ну, мне кажется, люди давно претендующие, может быть, все-таки заселятся сегодня. Ну, хорошо. Алена при этом сделала не очень приятное выражение лица, поэтому хочу спросить. Алена, я так понимаю, ни для кого не секрет, давайте искренне поговорим, что между вашими парами сейчас происходит какое-то противостояние, такая вот подковерная война. И я вижу по твоему лицу, что вот сейчас наши реплики тебе были не очень приятны. И ты тоже считаешь, что у Виктории и Степы сегодня очень много шансов на них вошли? Я абсолютно ничего не считаю. Как бы Степа уже много раз против нас голосовала, поэтому это неудивительно, если он будет претендовать на наш домик, и неудивительно, если он туда заселится. Но Степа-то в меньшей степени, мне кажется, хочет заселиться. Прежде чем говорить про это, нужно узнать, а что хочет Степа и Бонни? Они хотят жилье, либо они просто хотят войны какой-то. Вот то, о чем ты говоришь, это подковерная война. Действительно, вам нужно жилье, или все-таки вам больше хочется именно выселить Алену и Майя? Мне, честно тебе скажу, хочется и то, и другое. Допустим, Лейла и Антон только-только начали притираться друг к другу. Ольга и Ламин еще не успели даже насытиться счастьем, жить вместе. А в Аданаево живет там уже полгода, и я думаю, что можно уже уступить. Ну, с этим я согласна. Но, Виктория, не боишься ли ты другого? Вот у тебя до вот этой ситуации все-таки такой на проекте образ очень милой, доброй девушки. А сейчас вот таким действием ты проявляешь стервозность, тем самым опускаясь на один уровень в этом смысле соленой, которая тоже сама себя позиционировала, как такая главная стерва. Я не считаю, что я на одном уровне с вот этой женщиной. А куда тебе до моего уровня? Ты спор на журналы какой-то обложки вышла. Я думаю, а-а-а, такой немецкий такой, вся такая наголевая. Куда тебе? Ну ладно, послушайте, ребят, давайте все-таки... Какая-то хабалка у кого-то пользоваться. Конечно, я хабалка, с тобой я только хабалка, и больше никак. А я с тобой нет. Девушка, выиграй, мне кажется, тебе сейчас только перепалка не красят. Немного немножко подниматься чуть-чуть. Нет, ты понимаешь, что не красят? Ну я думаю, что... Ну вот ты не боишься, что этим ты показываешь другую свою сторону, что ты тоже бываешь такой стервой. Здесь во мне такие стороны, а что делать? Не могу скрывать. Ну если меня не трогать, я никого не трогаю. Тебя кто-то трогал? Да. Кто тебя трогал, Бонечка? Водонаеву. Каким образом? У тебя припаска? Она сама разберется, Майя. Хамид, не... Не надо зацепаться. Я не собираюсь разбираться с Боней. Чего мне с Боней разбираться? Не надо, ты хочешь поговорить, что ли? Она хамид. Ты хочешь не с ней поговорить? Тогда разговаривай со мной. Она провоката, что? Я как-то оскорбил твою женщину. Хамид. Я как-то оскорбил твою женщину. Я нормально разговариваю. Пусть разговариваю, пусть разбираются сами между собой. Я не собираюсь с Боней, не собираюсь с Хабалами разговаривать. Сидите там и молчите. Сиськи наружу выварили и молчите. Вик, ну вот мне неправильно такая перемена. Ты раньше к Алене относилась достаточно сносно. Я отношусь, что она тебя то ли достала, то ли сделала что-то вообще невообразимое. Я тебе скажу, что она хамид. Если она имеет такую, как бы сказать, наглость хамить мне, то я буду хамить в ответ. Ребята, кто-то вообще в курсе, почему Виктория стала так плохо относиться к Алене? Никто не знает, почему это произошло. Ни один человек. Потому что... Может быть, стоит тогда обнесить, потому что, Вик, твое поведение для человека со стороны выглядит странным. Хорошо. Это происходило вне проекта. Никто это не мог ни видеть, ни слышать. Так как человек позволяет себе за моей спиной во время каких-то разговоров обсуждать меня. Она говорит те вещи, которые... Я ее не трогаю. Ты считаешь... Ты считаешь что? Мои деньги считаешь. Ты обсуждаешь мою личную... Мою жизнь, мою квартиру. Где у тебя доказательства? Да, доказательства в том, что люди мне это говорят. А мне нечего доказывать тебе. Я хочу сказать, что я тебя не трогаю. У меня есть о чем-то говорить. Ты чего считаешь? Мои деньги, скажу, пожалуйста. Ты заработай свои. Кто-нибудь слышит? Да ты это говорила в фотосессии, где не было никого и ни камер. Потому что не струй дуру из себя, пожалуйста. Вот. Второе, я не позволяла себе грубить. Я игнорировала этого человека, правильно? Но в тот момент, когда она позволяет там острить и грубить, я считаю, что я позволяю себе делать то же самое. Понимаешь? Хамить вот таким образом. Это единственный человек в моей жизни, который... Мне кажется, что на хамство, может быть, иногда лучше отвечать как раз не хамством, а полное такое игнорирование в ситуации. Это правильно, но только не в случае с этой девушкой. По-моему, как сейчас себя веду я. Игнорировала абсолютно эти слова. И если спускаешь один раз ей, второй раз, она тебе просто-напросто залезет на шею. Потом я просто прилично ее изучила. Прилично изучила. Ну и она понимает, о чем идет речь. Поэтому... Боня, ты ко мне явно неравнодушна. Конечно, Бодонайя, как ты сказала у себя на дне рождения, что ты мне нравишься, ты подходила ко мне и говоришь, я же знаю, что тебе нравлюсь, аааа, а что ж ты тогда с тобой так плохо общаешься? Все меня так всегда видели, что я была с Маем. Ну, ты была с Маем в беседке, ты беседовала со мной и сказала мне, что если мне нужны конфликты, то ты мне их дашь, потому что ты хочешь себе остаться в проекте. Да что за бред? Вот этот бред несла ты. Все. Вот у меня такое ощущение, что ты не одобряешь все то, что сейчас делает Виктория. Да, он мне это сказал. Можно он сам ответит? Мы с Викой разберемся потом, не на лобном месте. Но у меня такое ощущение, что ты считаешь, что она ведет себя неправильно. Я не знаю, что наши отношения с ней и мое отношение к этой беседе вообще выносить на лобное место. Я не хочу при ребятах здесь разговаривать об этом. А насчет нахамил? Да. Я нахамил тебя? Я сказал тебе не лезь. Ты кричишь, я понимаю, ты Екатеринбургская бедла, если тебя таким можно назвать. Я не хамлю тебя. Я тебе говорю, не лезь, когда женщина считается. Я задаю вопрос. Она ничем не аргументировала оскорбление. Ты был свидетелем в маршрутке, когда мы ехали, как Алена хамила в первую очередь мне. Ты был свидетелем. Действительно, Май, можно... Дайте микрофон, Май. Я вот тоже слышала об этой ситуации. Хочу тебя спросить, как человека, который все-таки, надеюсь, скажет, как было на самом деле. Насколько я знаю, действительно, Вика задыхалась от сигаретного дыма и несколько раз попросила Алену либо перестать курить, либо открыть окно. Я не перестала просить, я просила просто приоткрыть окно. Я не сказала, перестань. Ты вот откройкнул, пожалуй. Насколько я знаю, Алена очень грубо на эти слова отреагировала. Это действительно так или нет? Я не одобряю конфликты вообще, но в той ситуации Боня была ничуть не краше, чем Алена. Это правда, что Алена нахамила Боню? Ровно настолько же, насколько Боня нахамила Алену. Минуточку. Что ты говоришь-то сейчас? Боня, постарай, я не хочу это все выносить. Что ты говоришь-то? Боня попросила, не ряди нас открыть окно, потому что ты курила. У меня бронхит. Не надо было курить тогда, если тем более у тебя курить. Она тебя попросила открыть окно. Мы даже не берем внимание, что до этого окно было ровно столько же открыто, минут 15. То есть перед этим немножко она его закрыла и начала курить. То есть до этого она была открыта, не было бронхита. Я даже не беру эту ситуацию. Просто я понимаю, что если тебе хочется нагрубить, нахамить, хочется себя так преподнести... Ты меня никто не трогает. Ты с тобой сейчас я разговаривала. Нет, ты меня трогаешь. Мне на тебя, девочка моя. Это слава богу, что ты на меня не трогаешь. Я очень рада. Ты сейчас очень нехорошо себя ведешь. Я очень рада. Ты очень звенщина, очень нервничаешь и, по-моему, неравнодушна. Я очень неравнодушна. Простите заселяться в наш домик, пожалуйста. Сейчас будет голосование, пытаетесь. Ничего страшного. Мы таких, как ты, как орешки щелкаем. Здесь за два с половиной года было очень много. А вдвоем мы нащелкаем еще больше. Ну хорошо, мы выслушали обе стороны. И сейчас будем вместе щелкать орешки. Итак, у нас есть... До того, как пришла я, Алина, сейчас я тебя щелкаю, как семечки. По-тихому подошел, по-тихому пнул, а на камеру вынулся. Что это, это же самое, я тебе про месть вообще не говорю. Нет, это не надо. Это тоже свой таракан. Нет, ты сказала, что ничего не надо. Надо изыскать. Нет, ну, лучше так, чем на одном месте при всем. Лучше. Не пробовать. Не воняет. У нас есть четыре пары и есть три домика. Я прошу назвать лишнюю пару. Итак, начнем мы, пожалуй, с Антона. Алена Май. Алена Май. Я, на самом деле, и к той, и к другой паре отношусь очень хорошо. Для меня очень сложно сделать выбор. Ну, ты же понимаешь, что сейчас именно выбор между Аленой Маем и Степой Викторией. И обе эти пары нуждаются в твоей поддержке. Извини, в жизни иногда приходится делать выбор. Нельзя всем быть угодным и всем быть хорошим. Псюша, стоял бы перед тобой два друга твоих близких. И тебе сказали, ты должна сделать выбор, должна застрелить одного из них. Либо мы вас убиваем всех. У тебя сразу такие кровожадные мысли, но в любом случае, ты знаешь, я тебе могу сказать, что всегда кто-то тебе ближе и кто-то тебе дальше. Даже если это два очень близких человек. Мне кажется, что сейчас в этой ситуации Май с Аленой будет тяжелее, я их поддержу. То есть ты голосуешь против кого? Степа и Бонни. Спасибо. Дальше. Я голосую против моей Алены. Объясняйте, почему? Да нет. В принципе, мне кажется, нам всем понятно. А мне кажется, у меня совершенно другая мотивация. Ну хорошо. Я понимаю, что не потому, что мой твой бывший молодой человек. А потому, что я хочу поддержать своего близкого родственника Степана Меньшенко. Хорошо, спасибо. Ну я солидарен. А я хочу поддержать солнце. Сейчас скажет Дима. Спасибо. Мне сложно делать этот выбор. Делай уже, выкидывай. Ну как мне делать этот выбор? А, вот посмотри, есть одна важная вещь. Против Алены и Майи я не голосую. Это мои близкие друзья. Ну все, ты сказал совменить. Ладно, пусть будет Лейла и Антона. Против Лейлы и Антона, да? Ладно. Я думаю, можно дать шанс Степе и Бонне. То есть против Майи и Алены? Против Майи и Алены. Спасибо. Я голосую против Водонаева и Майи. Ну, однозначно так же. Я солидарен голос на Ольгу с Лимона, чтобы дать возможность вот ребятам, которые так рвутся. Это благородная Алена. Браво. Ох. А я не буду. Я против Антона и Лейлы. Спасибо. Против Степы и Бонни. Оли и Лимона. Лимона? Лимона. Лимона. Ты что думаешь? Ты что ты думаешь? Извини. Такое ощущение, что вы боитесь высказать... Нет, нет, нет. Ну, хорошо. Пускай это будет Алена и Май. Пускай. Для тебя, знаешь, такой простой выбор. Нет, не простой. Я сегодня целый день думал об этом. Для меня это не простой выбор. И, к сожалению, вот я такой тормоз и до сих пор не определился. Хорошо, спасибо. Я проголосую против Алены и Май, поддержу Боню и Степу, потому что я отношусь к этим ребятам намного лучше, чем к Алене и Май. Во-первых, потому что они очень редко здесь появляются, в принципе, когда приезжают. Мне не нравится, как они относятся. И что вам стоит поменяться. Вот. Мое решение. Поменяться в чем? Поменяться в лучшую сторону. Поменьше звездить. На самом деле это не красит человека. Вы считаете, что Алена с Майом зазнались? Да. Ну да. Мне, например, не нравится, как они себя ведут. Ну, я не беру Майя, допустим, беру Алену. Я тоже. И последнее время мне вообще абсолютно не нравится, как она себя ведет. Она вроде такая нормальная, нормальная, но... Вы же, я помню, одно время дружили, когда... В домике жили еще с... Я с Аленой... Я, в принципе, с Аленой никогда не дружила. Я с ней общаюсь, да? Я ее не трогаю, она меня не трогает. Если мы, там, разговариваем нормально, то есть не обижаем друг друга, да, согласна. Но вот некоторые моменты, когда она начинает, я не знаю, там... Позволять себя вести, да. Мне это не нравится. Я простой человек. Мне нравится просто отношения. Вы вам сказали, что я позволю вообще себя трогать. Я с вами не общаюсь, потому что не хочу. У меня здесь есть подруга. Да вот в том деле. Вы как вчера, ты говорила на Ольгу. Значит, перед лобным... У тебя здесь всего... Подождите секундочку. У тебя что, здесь всего одна подруга? У тебя в жизни вообще подруг нет. Я думаю, что в жизни, если что, в ней было случилось, то... Нет, сейчас, Алену, у меня здесь есть подруга. Да, у меня здесь есть девушка, которую я люблю. Это Виктория. И есть девчонки, с которыми мне приятно общаться. Но доверяю я здесь только той. Почему девочки, которые приходят и уходят в конвейер, Монга здесь 4 месяца там, кто-то еще 4 месяца, кто-то 3, кто-то 2. Почему вы считаете, что там... Я ее не трогаю, а она меня не трогает. Я не хочу с вами общаться. Зачем не в этом? Я не хочу, понятно, мне неинтересно. Есть Аделина... Аделина, почему она ведет себя плохо? Я общаюсь с этим человеком, я много раз слышала, что Алена просто ведиско, плохой человек. Она никогда мне не сделала ничего плохого. Сейчас все нападают на Алену, говорят, что она плохая, пакостная. Хорошо, Алина, я сейчас и говорю. Я дружу очень хорошо, дружу с Бонни и со всех. Нет, это дружба. С Эмикой, мы общаемся. Это понятно, что личная машина. Мы делимся друг с другом, что здесь происходит. Ну что же, мне кажется, тема хорош, наш проект, что на нем столько много разных мнений. И хорошо, что и у Алены есть друзья, и у Виктории есть друзья. Но на сегодняшний момент у пары Степана и Бонни друзей оказалось чуть-чуть больше, потому что именно эта пара сегодня у нас заезжает в домик. Но я думаю, что этот перевес, он может быть очень зыбким. Поэтому не расстраивайтесь, Алена и Майя. Думаю, у вас еще будет шанс вернуться в ваш домик. Ну а сейчас действительно пока придется собирать вещи. Я понимаю, но я в этот момент, я себя все равно контролирую. Если она позволяет себе, и она только умеет себя вести так, то с ней нужно на ее языке разговаривать. Я вот согласна со мной. Знаешь, как смотреть? Ну нужно на ее языке разговаривать. Если она разговаривает, смотри. Смотри, Бонни, если у вас был конфликт там, если у вас был конфликт там, то сейчас только ты показала себя с плохой стороны. Он и должен был продолжаться там. Просто со стороны казалось, что тебе действительно хочется просто сделать пакость. Ольга, так я этого не скрываю. Что самое интересное, я этого не скрываю. Я действительно хочу сделать пакость, хочу ей показать, какая она со стороны, как она общается с людьми. Я ей хочу это показать. Кто-то должен когда-то открыть ей глаза. Понимаешь? Что она себе позволяет хамить, а другие люди не позволяют этого делать. Так, если не молчи, пожалуйста. Не молчи. С нами на себя есть, мне не спрашивают. Нет, за то, что такое хамство было. Они ничего нас так ненавидят. В отношениях не клеятся. Сколько можно изображать, какие чувства у них. Внимание надо привлекать. Я думаю, на одном степе далеко не выйдешь. Чего она дурачится, дурачится. Аня, слышишь, сколько на войне ты искала, сколько она тебя дергала, видела. Цепляла. Ну, добилась. Чего она добилась? Надо не давать, не давать ей войну. Так я ей не дам. Я не буду с ней ругаться. Зачем? У вас нет почвы для войны. У нее есть почва. Она, у нее ревность к степе до сих пор. То есть степа к тебе. Понятно. Понятно. Поэтому она всячески цепляет. Ксюша, пойми, это дело даже не в том, что я себя повела и готова себя показать даже с неправильной стороны. А дело даже в том, что просто ей, ей, как человеку, который себе позволяет хамить. Зачем же? Вот степа очень правильно себя... При этом я тебе тоже отдаю дань, что ты молчал, ее не ругал. Хотя она была неправа. Садяна, у меня до этого еще разговаривала. Он себя очень правильно. Он меня еще до этого шагает. Ты вообще стала у меня, степка. Раньше себя так и не вел. Раньше я по-моему, как на Алену орал. Каждый лоб будет. А мать, я сговорю, не буду обсуждать наше семейное. Молодец. Хотя ты была абсолютно неправа. Я это очень хотела. Ксюша, я это очень хотела. Очень хотела. Я очень хотела. Ну зачем ты не думаешь, что нужно взорваться умнее? Что нужно вместить изысканно? Наоборот, вселиться, сказать, ребята, нам вообще не важно кто. Нам так хочется просто пожить со степкой в домике. А уже когда все сделаете, подойти к Алене и сказать, ну, манаточки. Покой побыстрее, милая баба. Ты все поняла, кто здесь главный нахать? Вот так надо сделать. По-тихому. Подошел по-тихому. Пу, а на камеру уже лучше. Ну что я тебе то же самое, я тебе про месяц, но все не говорю. Нет, ты не надо. Это тоже свой паракан. Нет, ты сказала, что ничего не надо. Нет, ну, ну, лучше так, чем на одном месте при всем. Лучше. Ну, не воняет. Нет, он не сказал, что вообще он, типа, против всего. Я говорю, пожалуйста, ради меня просто скажи, что он претендует. Произошло обычное явление, голосование. Да, жестко. И люди дожили определенный этап, три месяца. Три месяца это достаточно долгий срок. Смена, это логично. Да, ну, я почему, мне что показалось, что, как бы, мне показалось, что Бонни и Степа не хотели, ну, Степа, и Степа рвать немножко страннее про Бонни. Бонни не хотела заселиться в домик, она хотела сделать, ах. Сказала правду, 50 на 50. А почему она не имеет права хотеть сделать? При условии, что она знает, что за спиной, про нее говорят, человек живет, да, сохраняет нейтралитет, да. Я вот эту ситуацию вижу именно так. Я там общаюсь с ним, да, там, не, понимаешь, он плохо ко мне относится, я к ним плохо. И тут я узнаю, что про меня плохо говорят. Стой, Равен, я так не сойду. Нет, куда, Равен? Давай с дожкой между ног, это же нормальная фотка. Не надо, Наська, не надо. Да не надо, блин, не надо. Так можно. Сегодня между Аленой Водонаевой и Викторией Бонни разгорелась настоящая война. Пока выиграла Виктория Бонни, но надолго ли это? Увидимся с вами завтра на телеканале Тенте. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова